Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» 14 том, вопрос 2828. Тема «Государство правителей». Евангелие Афиана 1 глава 12 стих. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Почему применяется слово «власть»? «Понимать так, что дал возможность», отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. 242 раза Библия касается темы власти и каждый раз говорит о владычестве, о господстве. И нужно по полной программе уметь пользоваться этой властью, чтобы и окружающие видели, что на вас пребывает сия парадигма помазания, что мы являемся отражением Отца Небесного. 1 Маковейская, 10 глава 6 стих. «И он дал ему власть набирать войско и приготовлять оружие, чтобы быть союзником его, и велел отдать ему заложников, которые находились с крепости». «Определенное число дней и время дал он им, и дал им власть над всем, что на ней». Даниил 2.37. «Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу». Марка 3.15. «И чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Марка 13.34. «Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам свою власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать». Луки 10.19. «Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Соответственно, власти сына царя и действия должны быть и поведения, не брошенного сироты и беспризорника. Мы, христиане, являемся полномочными представителями иеговы на земле. Все, а не только священство. На суде Божьем может оказаться так, что те, кто сегодня в мантии, окажутся бестоковой. А кто был в рубище, будет одет в царственное одеяние. Неемея 13.29. «Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левицкий». 1 Петра 2.5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». 1 Петра 2.9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые у дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». «Гласть простолюдина христианина есть радость в Духе Святом, что он искуплен от ада и принят Отцом. Проявление сыновства не временным, а постоянным, словом и делом». Матфея 5.16. «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». 1 Петра 2.12. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Римлянам 15.16. «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священно действие, благоествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Безбрежный Акилан из космоса чуть виден, сама Земля – песчинка и не менее того. Пусть кто-то оскорбил, прелюдно нас обидел, но бросим взгляд из вечности, и нет там ничего. Земная радость буйная, в томление погружала, вершина мнилась встать за многие труды, но под покровом ночи пятую вонзалась жало. Пятую вонзалась жало. Полграмма может золото и террикон руды. Красавица состарится, и дети перемрут. Пожар, воры и ржавчина оставят без машины. Все дачи конфискуют, и нищим станешь вдруг. Из тысячи гектаров оставят два воршина. На пенсии есть время в достатке к размышлению. О прошлом и о будущем приводят к раскаянию. Что у семьи. Работой жил в рабстве словно пленник. Свободой обладая, прожил как окаянный. Да, было ли великое хотя бы на понюшку. В чем не раскаиваясь, внуком смог поведать. Где прямо шел по совести, свой путь не извелюжил. Талантом послужил. С трудом пришел к победе. Из вечности взгляни, иных не завинив. Свои ошибки тщательно рассмотрим. Кто к телескопу времени, да с разумом принит. Кто к не злоде себе, а будет пастырь добрый. На пожелтевших снимках башки сидят, стоят. Вернее, по гробам уже распределились. Как исказились лица в исходе у вояк. Дневье и черви там, где обретались лица. Я беден, дальше некуда, но сыт, одет всегда. Богатым не завидовал, плащенным олигархам. И представляю тех, на норах, кто сидят. Их жизнь, и состояние дешевле горсти праха. В аду богач, и в ангельские уже который год. И братьев пять беспомощник, так где же их богатство? Никто к таким с молитвы на помощь не придет. Пусть буду нищим лазарем с надеждой на царство. 5.11.05. Игла. Игнатий Лапкин.